О ситуации с алкоголизацией населения мы сегодня поговорим с председателем областного общества трезвости, членом общественной палаты Саратовской области Натальей Корольковой. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна, наверное, самый главный вопрос. У вас юбилей в этом году. Расскажите, пожалуйста, как построили работу в течение всех 30 лет работы? Так нам не хватит эфира, это уж точно, если я начну рассказывать. Но вы знаете, главным всегда мы считали все-таки просвещение. У нас просветительская организация. И я чем дольше работаю, тем больше убеждаюсь, что несмотря на информационный бум, то есть возможности информационно очень повышенные в 21 веке, получить научно выверенную информацию не всегда легко. И вот мы видим перед собой определенную задачу, как раз продвижение научно выверенной информации. Вообще интересно работать с людьми и порой открывать им глаза и правду. Наталья Александровна, но тем не менее в Саратовской области ситуация не самая благополучная. Регион на 15 месте по количеству пьющих людей среди всех регионов страны. Тем не менее у нас существует запрет на рекламу спиртного. У нас запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. Но почему статистика все равно остается такой печальной? Вы знаете, очень легко споить людей, повысить уровень потребления, что было сделано. Но начиная с брежневских времен этот процесс шел. И потому что, например, когда Брежнев вступил в власть, то через где-то 5-10 лет его правления уровень потребления алкоголя вырос в 100 раз. За счет предложения спрос будет. Будет предложение, будет спрос. Не будет предложения, не будет спроса. Это экономическая логика в отношении алкоголя и других наркотиков. И поэтому, когда со мной спорят и говорят, нет, это люди должны выбирать, это вот они пойдут в магазин покупать или не пойдут. Да, конечно, право выбора есть за человеком. Но когда есть такое предложение широкое, то спрос будет. Какая категория людей является самой пьющей? Может быть, какие-то слои населения попадают в группу риска? Если говорить вот по России, то практически все слои населения не попадают в группу риска. Нельзя выделить какой-то особенный слой населения. Конечно, мы не говорим о маргинальной части. Она есть, эта маргинальная часть. Но если мы посмотрим на ее состав, откуда она пошла, то мы увидим очень разные категории людей, которые попали в маргинальную часть. Там можно увидеть и профессора бывшего. Да, конечно, это будет большая редкость, но она может быть. Наталья Александровна, что касается методов борьбы. Вот смотрите, недавно на федеральном уровне предложили регламентировать продажу алкоголя и запретить ее полностью после 18 часов. Как вы считаете, на нашем уровне такие меры вообще возможны? Безусловно, государство обязано регламентировать торговлю алкоголем. Поскольку государство у нас не регламентирует производство, у нас нет монополии на производство и на торговлю, то регламентировать торговлю и производство государство обязаны. Что касается, на мой взгляд, более серьезного подхода к решению этой проблемы, это необходимо, на мой взгляд, сейчас посмотреть на возможность выведения алкоголя из общей торговли, с продуктом питания и всего прочего. Конечно же, специализированные магазины — это выход из ситуации, это цивилизованный выход. Понимаете, если специализированный магазин, во-первых, проще смотреть за соблюдением законодательства антиалкогольного, и оно соблюдается. Вот даже в наши сухие дни специализированные магазины просто закрываются, и все. Что касается количества специализированных магазинов, здесь тоже необходимо квоту устанавливать. Государство должно на это пойти. Спасибо, Наталья Александровна, за то, что были у нас в гостях. До свидания. До свидания. Спасибо вам огромное, что приглашаете. А я напоминаю, у нас в гостях была Наталья Королькова, председатель областного общества трезвости.